Путь к самопознанию, достижение гармонии тела и силы духа для него важнее любых медалей титулов. Он виртуозно владеет своим телом и мечом, координация его движения безупречна. За тренировкой этого украинского мастера китайского боевого искусства можно наблюдать часами. Многократный чемпион мира Европы по традиционному ушу и кунг-фу, судья международной категории, тренер, врач, рефлексотерапевт Константин Матулевский, герой нашей программы. Родители Константина серьезно увлекались китайскими боевыми искусствами задолго до рождения сына, поэтому с раннего детства он невольно приобщался к их ежедневным тренировкам. Первое, что вспоминается, родители занимаются у нас дома в квартире, а я в детской кроватке. Помню эти решетки желтенькие, советские. Помню, как я там пытался что-то повторять, потом помню зал наш вот этот. Помню, что к нам приехал учитель из Китая, и я за ним повторял какие-то движения. Родители говорили, что мне было в то время три или четыре года. На вечерние тренировки маленького Костю тоже брали с собой. Оставлять дома его было не с кем. Сопровождал он родителей и в поездках на соревнования. Одну из таких поездок в семье Матулевских запомнили надолго. Когда он был маленький, мы часто ездили на показательные выступления. И однажды мы выступали в одном из киевских залов. У нас были парные ножи. Костика года четыре было. Он взял эти ножи и пошел в розетку, оба ножа воткнул. В результате без электроэнергии остались все помещения этого здания. А Костя стоял в большой луже. Вот такая ситуация. Игры и шалости сына отвлекали родителей во время занятий с учениками. В какой-то момент они не выдержали и поставили 11-летнему Косте ультиматум. Ты слушай, ты нам мешаешь. Ты или не ходи, или не мешай. Или тренируйся, как все. И я сделал выбор, что все же надо тренироваться. Потому что если так вот родители говорят, всегда понимаешь, что ты теряешь. Но очень страшно что-то потерять. И я понял, что мои сверстники еще ничего не умеют и не знают, а я уже чего-то стою. У меня уже есть определенные награды, есть определенные умения. Он талантливый для этого. Он очень талантливый. И учитывая, что у него есть соответствующий генотип от мамы, потому что мама мастер спорта СССР по гимнастике, а я занимался восточными единоборствами, начиная с 1974 года, то есть у него просто выхода не было. В 16 лет Константин Матулевский стал серебряным призером на чемпионате мира по ушу в Ереване. Выступал с традиционной программой в одном из стилей сянсинцюань, который подражает определенному состоянию человека или животного. Их всего много, конечно. Стиль опьяневшего. Они имитируют состояние опьяневшего. Почему это так популярно? Это очень непредсказуемый стиль. Непонятно, куда будет двигаться человек. Он очень сложен. Чем? Ну, играться в это хорошо, а действительно демонстрировать сложно. Это его коронка. У нас здесь есть мечи дао. Это круглый меч, это спортивное оружие. Вот так он выглядит. Хоть настоящий вариант выглядит по-другому, он острый и тяжелее, и жестче. Это спортивное оружие было придумано специально для соревнований по кунг-фу. В 1955 году, когда приехала делегация китайских мастеров и учителей в Германию, создали специальное оружие, такое, чтобы оно было похоже на настоящее, и чтобы можно было показывать мастерство владения мечом, владения кунг-фу. Меч так блестит, так мерцает, для того, чтобы во время правильного усилия он издавал определенный звук. Такой. Еще когда рубящий звук. Когда он правильно используется, то получается звук такой. Это в соревнованиях оценивается. В основе термина кунг-фу, в переводе с китайского мастерство, есть несколько составляющих. Как боевое искусство и, собственно, искусство убивать – это прерогатива военных и достояние китайского народа. Как вид спорта, кунг-фу доступен всем. Занятие им укрепляет мышцы тела, развивает координацию и приучает к дисциплине. Существует несколько направлений. Есть сугубо показательные выступления – таолу. Это то, чем преимущественно занимается наш герой. Это хорошие костюмы, разноцветные, из традиционного китайского шелка. Это разнообразное традиционное оружие. Это красивые прыжки. Очень показательный вид. Он имеет боевую основу, но она не является главной целью этих занятий. В Тайване в 2018 году я получил первое место на соревнованиях на чемпионате по тайцзи Цюань Туйшоу в разделе Таулу. Это тайцзи Цюань, тайцзинь также и Туйшоу. Туйшоу-соревнования – это поединки, но там запрещено бить. Необходимо выводить противника из равновесия. Есть фиксированные стопы, а есть движения. И это тоже очень интересно. Там необходимо улавливать баланс и выводить из баланса противника. На сегодняшний день Константин Матулевский – обладатель третьего дана Федерации Куошу, четвертого дана Федерации Ушу и шестого дана Федерации Кунг-фу. Это равные мастерские пояса. Он многократный чемпион мира по кунг-фу. Только в 2019 году он выиграл 7 золотых медалей в разных видах кунг-фу на мировом первенстве. Один раз 8 золотых медалей. Он выступал в двух видах поединков и в шести видах демонстрационной программы в течение двух дней. Потом он выиграл так называемый топ-10. Ну, это взяли 10 весовых категорий, в них победителей. И это десятка, то есть от самой маленькой до свыше 90. Это очень интересный случай. Они будут по жеребьевке, кто с кем и кто будет один топ. Топом стал Костя. И он, грубо говоря, ворочал этого невысокого человека, который весил порядка 150 килограмм. Сам Константин о своих наградах говорить не любит, не считает их самоцелью. Говорит, победа – это только миг. Для истинного мастера кунг-фу важен процесс самосовершенствования. А вот о любимом оружии наш герой готов рассказывать бесконечно. Вот, это мое любимое оружие. Называется Мяо-дау. Это старинное оружие. Это тоже спортивное оружие, но оно не точенное, но сделано по старинной китайской традиции, китайским кузнецом. Это оружие использовалось очень эффективно во времена войн в Древнем Китае. Оно похоже в определенной степени на японский кат, но имеет отличия, такие как круглая спинка и длина. Оружие одной стандартной длины – 1 метр 20 сантиметров. Вот таким образом. Этим оружием демонстрируется 8 техник, 8 разновидностей ударов, чтобы разрубить человека пополам. Использовалось против пехоты, против конницы, против копьеносцев. Костя, он гибкий, он растянутый, он высокого роста. Ему прежде всего идет оружие длинное. То есть это палка, это длинный меч, и это стили, которые относятся к северу Китая. Вот он этим и пользуется, потому что его профильные стили – это тунби, фанцюдзянь. Тунби-дзянь – это предплечье, которое все время находится в движении. Фанцюдзянь – это перевернутый кулак. Также относится к северным стилям. Он владеет ими в совершенстве. Константин Матулевский продолжает дело своих родителей и на тренерском поприще. В Центре кунг-фу в Киеве на Воскресенке занимается около 700 учеников. Самым младшим – 4 года. Тренируются здесь и его дочки – 11-летняя Арина и 8-летняя Ева. Многие бывшие ученики Константина уже и сами чемпионы мира. Например, Дмитрий Резниченко. Он начал заниматься у меня, когда ему было 8 лет. Сейчас это уже хороший статный юноша, которому 19 лет. Одна из самых любимых моих учениц – это Ксения Бинт. Она пришла ко мне заниматься тоже в возрасте 8 лет. Тоже очень старательная, способная ученица. Также чемпионка мира. Нынешнее поколение его воспитанников с большим рвением и охотой повторяет за своим наставником базовые упражнения на тренировке и демонстрирует приобретенное мастерство на соревнованиях. Сейчас я вам покажу, что я умею. Это кунг-фу. Кунг-фу учат отбиваться от врагов. Для того, чтобы меня не украли и не скрутили. Это кунг-фу. Если они тренируются, оказалось, что они тренируются так же, как и мы, тогда мы поняли, а чем мы хуже? А ничем. Мы даже, возможно, и лучше, потому что они для нас адаптировали, специально пропустили через себя мастерство и передали его нам. В 2009 году Константин Матулевский закончил Киевский медицинский университет Ассоциации народной медицины. Говорит, врачебные навыки очень помогают как в спорте, так и в повседневной жизни. Сначала я получил классическое медицинское образование, а потом появилось желание не быть зависимым от аптеки, не быть зависимым от лаборатории и своей специальности, и я выбрал рефлексотерапию. Все, что мне нужно будет, оно всегда со мной. Еще у нас есть такое интересное оружие. Известно, что если человек умелый, то любой предмет в руках мастера может стать оружием. Вот, например, такая палка. Можно как опираться на нее, так ею и драться. Зацепы делать, бить. Таким образом, со стороны, ну то есть, очень простое, но достаточно эффективное оружие, которое можно использовать для самозащиты. Константин Матулевский в 33 года один из лучших мастеров кунг-фу не только в Украине, но и в Европе, и в мире. Успешно совмещая занятия единоборствами кунг-фу и восточной медицины, он с каждым годом совершенствует свои возможности и умения. И охотно делится ими со своими учениками. Его мечта заниматься любимым делом до последнего дыхания. Люди, которые ничем не занимались или занимались чем-то другим и пришли в кунг-фу, могут себя сравнить свои состояния до и сейчас. Я не могу сравнить свое состояние до, потому что я всю жизнь занимаюсь кунг-фу. Я знаю, что у меня есть. У меня есть хорошая координация, у меня здоровье, у меня есть определенное состояние расслабленности контролируемой, которое дает кунг-фу, у меня есть определенное ощущение гармонии. Конечно, оно относительное, ибо оно изменчиво. Но я знаю, что это, и я его ищу, и помогаю находить другим. Вот что у меня есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!